Вы его взяли, да? И помогли ему подняться. И он упал, да, когда вы зашли? Да, я зашел, пошел, крючил, взял, пошел, взял, взял. Как вы уже догадались, это следственный эксперимент. Посмотрите, с какой жестокостью и силой бьет манекен обвиняемый, как будто снова и снова проживает тот вечер, едва не стоивший жизни его родственнику. Удары мужчина наносит в полную силу. Линейка, изображающая нож, разлетается в дребезги. А когда наносили, произносили какие-либо фразы? Да, он сказал, что убивайте, я не собираюсь. Эта дикая история произошла тихим июньским вечером. Два брата решили выпить. Слово за слово – взаимные упреки. Обвиняемый хватает собутыльника и буквально вышвыривает на лестничную площадку. Увидев, что к его жертве выскочили соседи и приехала скорая, мужчина затаскивает брата в квартиру и идет на кухню. Он прошел на кухню, где взял нож, используя его в качестве орудия, нанес своему брату несколько ударов в жизненные важные части тела. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независимым от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции ОМВД по Рязанскому району Рязанской области. Именно полицейские взломали дверь и скрутили несостоявшегося брата-убийцу, а пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Позднее выяснилось, что дебошир-то непростой и зона для него – привычное место. Лицо, обвиняемое в совершении данного преступления, было неоднократно судимо, в том числе по аналогичному преступлению. Одним из затягчающих оснований будет являться то, что лицо совершило преступление, имея непогашенную судимость. Свою вину злоумышленник так и не признал. За попытку убийства брата Рязанец может получить до 15 лет колонии. А учитывая непогашенную судимость, максимальный срок для него все ближе. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».